Добрый вечер, дамы и господа, у нас Черепахи. И играет новичок в рубли Каса Касад. Проклятые рудники. Против гоблинов. Против гоблинов, ВД Бомбера, который в принципе тоже во втором Бладболе раньше не светился, но обычно тренеры-новички просто так гоблу не берут, значит был в первом ББ замечен. И это около нулевые крысы, даже я бы сказал нулевые с шурфитами Гатар. Странный, конечно, первый левелап шурфиты, обычно блок берется или рессл, но возможно этот парень кинет плюс мув и все у него будет хорошо. Тот, Ра, Анубис, разве не Сибэк? Я не помню, кто такой Сибэк был. И Квикснэп позволяет подойти вперед Хуфу Рамзес. Кстати, очень неожиданный старт для крыс. Смотрите, ни одного Вермина на поле, все линеечки. Четыре Гатара зато и два Тровера. Обычно крысы вообще Троверов не берут. Не-не, врага очень классные, на Гатарах, в выбивателях особенно. Находит пятерочку на первом ударе. Ах, как бы его пила не запилила. Шесть муву пилы, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Блин, мне кажется, его сейчас пила попилит. Бедного парнишку находится дабл шестерочки на гобу. Гоба отваливается. Почему эти гобы трещат вкуснее, чем крыски, против которых я играл? Крыски были просто непробиваемые, неубиваемые. Да, с такими именами не Хемри, согласен. Вообще неожиданно. Но почему нет? Блин, мне надо было эльфов византийскими именами называть, а не греческими. Зачем-то лезут под тролля Троверы. Я не очень понимаю, зачем выхватывать от троллей. Подождите, а какую линейку? Мне казалось, там обе БХ были. Нет? Или там БХ и МНГ, что-то такое. Ой-ой-ой, смотрите, реролл потратил, но все равно побежал дальше. И парень просто отправляется в утиль. Ну, не в утиль, но за поле. Мой апотекарий посетил бедного Себека, и Себека придется удалять после игры. Да, это куклус-гоблины знаменитые. Фига себе мячик вылетел отсюда сюда. Минус-мув? Да ладно, мог бы оставить. С минус-мувом это просто-напросто как бы линейка, которая на лосе должна стоять и дохнуть там. А ДБД? Реролл не удается Лонера. Гоблины не фиолетовые, 6 из 10. Почему 6 из 10? Гоблины как гоблины? Или ночные гоблины обязаны быть фиолетовыми? Я что-то не очень понимаю. Ну, это, собственно, минус полуклеточки, или как-то так. А-а-а, у тебя 14 игроков. Ну, тогда ладно. Хозяин-барин, дешевле сделал. Потрачен переброс крысками, потрачена аптека крысиная. И у крысок теперь все не просто так. Пила сама себя пилит, но не травмируется. Что, кстати, редко. Почему-то чаще всего пила травмируется, когда так делает. Крыски набегают на мяч, подбирают и остаются в недоклетке какой-то. Удары можно сделать откуда угодно. Тем не менее, крыски... А почему здесь не было удара по гобу? Почему? И гобу не удается отдоджиться. Странно, что здесь не было удара по гобу. Эти два парня просто в ожидании своей смерти. На них тролль очень так смотрит. Такой ням. Ммм, сожру вас обоих. С кого же начать? Они просто в ожидании своей смерти, мне кажется. Вот реально. Вот здесь можно удар сделать или даже... Ой-ой-ой-ой. А зачем сразу гфы бежать? Ну, ты же... Опять! Кстати, опять повторяется ошибка. Смотрите, он опять бежит по краю. Надо бежать всё-таки в клетке от края хотя бы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А, вот этот парень уже не добегает, кстати. Он не может вытолкнуть. Тогда хорошо. А верминов нету. Верминов просто нет в стартовом составе. Крысы играют просто... Просто крысы, как бы. Есть два тровера. Есть гатор. Точнее, есть все четыре гатора. Есть два тровера и куча линеев. Зато аптека и три переброса. Эх, его бы ещё отправить отсюда. Кстати, три гоба в запасе, одна из которых с бомбами. А, пила же была травмирована. Ой, не пила, шарик был травмирован. На минус армор, я так... Жреца запилили на БХ. А, МНГ, сорян. Ну, пока что вот эти ребята они реально какое-то шаманство используют. И у них всё нормально. Тролль просто не в состоянии ничего сделать с этими двумя парнями. Реролится ДБД. А почему оно реролится, если это последнее действие? Понятно, почему реролится. Хочется пробойчика. И парень бежит, фалит пробитого. Привет, Громбридл. Да, Налтрион, ты походу прям знаешь троллиную душу. Хм. А я бы блиц сюда не сделал. Я бы вот сюда делал блиц. Вот этим парнем. Пью, и заполи его. Если всё равно заносить. Забивает парня в зачётку, я так понимаю. Да, его забивает в зачёточку и получает 2 СПП. Зачем фоловил, не очень понятно, на самом деле. И заносит. Я не посмотрел, сколько у Гобы взяток. Но учитывая, что это нулевые крысы с очень странным ростером, сомневаюсь, что больше двух. Да, две взятки, и при этом аптеки нету, чтобы цену скостить. Единичка на взятку. О, это дабл-единица на взятку. Это дабл-единица на взятку, и шарик выходит вместе с бомбером из-за того, что пилу удалили. Да, их ровно 11 из-за удаления пилы. Дабл-единица на взятку. Крысяки очень плотно встали на лосс. Пожалуйста, не делайте так. Пожалуйста, не делайте так. На будущее, как бы, на лосс надо ставить минимум народа, если ты, особенно крыс. Особенно, если ты крыс, то... Но, тем не менее, судья сказал, что он одну взятку взял лишнюю и вернул. Теперь это очень мыльный судья, правда. Фанатик гоняет по полю и самовыпиливается. Ох уж эти неоправданные удары фанатикам. И, кстати, крыска тоже самовыпиливается вместе с фанатиком. Крыска выпиливается на БХ, а фанатик выпиливается на пятерочку. Неужто и фанатик под списание? А, нет, стоп, БХ. БХ здесь. МНГ здесь. М, окей. Странно. А, труд отваливается на БХ и архитектор отваливается на БХ. Фу. Я почему-то пятерку вот эту нашел. Крысы пытаются избить ГОБа. Не очень получается, но зато крысы могут завладеть мячом. Мяч лежит достаточно вкусно. Переброс на ГФ и есть. Надо только от края отойти. Отойди от края, пожалуйста. О, молодец. И шаг туда еще можно сделать, чтобы прям совсем далеко от ГОБа уйти. Крысы спасаются бегством, переходят марчать ГОБа. Зачем марчать троллей? Стоп, нет интерцепта? Хотя он кинул сюда. А почему нет интерцепта? Мне почему-то казалось, что должен быть интерцепт в этой клетке. Ну, окей. 5-6 находятся на Анубиса. И Анубис валяется. ГОБа пытается перехватить мяч. Мяч падает. Ну, не самым плохим образом. На самом деле, с помощью вот этого парня можно освободить. Почему не сюда тролль пришел? Да, в итоге, травмировав крысу, он шариком сам себя ударил. Ну, вообще, когда фанатик падает, он автоматически удаляется с поля. Так что неважно. Да, что-то в этом есть. Кстати, на 3+, все равно я вижу возможность забрать мяч. И фол. Сходу фалят в 2 асиста. Но новый судья против. Новый судья против таких решений. 3+, не удался. А зачем так сразу делать 3+, 3+, так, 3+, удался. Почему это не Блиц? Почему это? А, это Блиц. Просто не было значка Блица. Окей. Хорошо. Шестерочка здесь. Хорошо. Этим парням надо ползать. Я бы марчал вот этого друга, чтобы он не сильно раскидывался бомбами. Он, кстати, марчится вообще шикарно. и туда наверх можно бежать. Да, 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 да. И наверх, наверх. А, хотя, вон, какая разница. Какая разница? Все хорошо. Я что-то не думал, что ему мува хватит. Отвык я 9-го мува. Очень давно крысами не играл. Надо... Надо поиграть, что ли. Это судья просто за чистый и незамутненный Бладбол. Свисток. Игрок Май удаляется. Взяточку никто не предложил судья. Секреток... Секретки кончились. Секреток больше нет. Я до сих пор не понимаю, зачем столько крыс на лоз. Бросай прошли, бери... Коней? Каос дворфов? Каос? Ну, Нелторион, я вот играл против тебя, что-то я не заметил там пробоя по крысам. Все нормально было. За 60 блоков 2 травмы. При этом там, ну, явно половина блоков была с Майти Блоу. Все-таки у меня 3 Майти Бловера. Да, к Хемри Блоу, точно. Кхоблины. А, а, Рамзес отваливается. Рамзес отваливается. Рамзес отваливается в колокола. Девочек нет, ну... Посмотрим, как пойдет. В 11... Не-не-не-не, надо... Кнорки. Кнорсы. К Халфлинге. Кхе-кхе. Кхе-кхе. А можно же, можно же. Да, еще и шестерочку нашел. Давай сюда. Подожди, это пари шурфитами? Ну, почему не пофоловил? Ах, такой шанс третий сейчас занести. То есть, идешь сюда, фоловишь потом раз, и поскакал к мячу. И все у тебя прям интересно. Потом еще можно себе на ход бросить мяч туда, вперед. Крепкие лапки, кстати, сработали. Блин, я бы пытался, вот честно, я бы пытался забрать мяч, потому что с этой клетки любая крыска добегает. И если мяч у тебя в руках, еще и отобрать надо. Да, вот, хорниты. Ну, хорнит пока нет. К хритонце. К бритонце. К бритонце, наверное. К абри... К абриалитонце, е-мое. Дождь не удался. Дождь удался с переброса. И е-мое. И е-мое. А блиц-то был, я что-то не заметил. Почему не блиц? Ну, кстати, на 4+, вход в клетку. И удар в один куб по мячоносцу. Этим парнем посложнее вход в клетку или нет? Три куба АДБД. Три АДБД. Точнее, ну да. Три куба АДБД. Не, БД, АД, АБД. Шансы мизерные. Надо передать Габле мяч. Успех. Надо взять Габлу за тушу. И метнуть, но метнуть не удалось. Камазонки, да, они еще такие. Я помню, они еще с этими сражаются. Как бы у них есть и ярые, и непримиримые оппоненты сутрозонки. Вот, и как бы камазонки сражаются сутрозонками, и все у них хорошо. Почему столько крыс на лосе? Мне их прям жалко. Вот реально, этих вот маленьких, мохнатых. Прям жалко-жалко. Еще и троллей могут выхватывать. Прям совсем печально. И получают крыски Блиц. Шестерочка на Гоба есть. Ну, а тебе Гоба. Гоба отваливается. Сейчас, секундочку. Крепкие лапки. Блин, слушайте, сколько раз крепкие лапки работали? Бх от рогатика? Бх от рогатика был нормальный. Ну, просто Бх как бы, окей. Скорее, для меня было неожиданно, что, во-первых, я не приенил, а во-вторых, это травма. Там за 20 блоков без МБ я получил травму. Меня больше порадовал этот дождь. Я у тебя тут 4+, 4+, 2+, и ускакал такой парень наверх. Такл зоны? Я не знаю, что такое такл зоны. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Как в клетку вошел. Гобла получает стрелкой в лицо. Я не понимаю, зачем кидалась стрелка, если можно было ударить по этому парню в 1D, например, и... А, вот. Вот, вот этот парень бежит. А почему... Что? Можно было в 2D ударить по этому парню? А зачем? Зачем вообще его бить? Он тупит. Просто уйдите от него. Он никому не причинит вреда. Это большой глупый гигант. Он никому не нужен в этой жизни. Вот. Это, кстати, классная тема. А вот этим почему не додж? Почему вот этим не додж? Странно. Лишний раз выхватывать в лицо. Это печально. О! 3+, не удался. И 3+, не удался. Есть все шансы для 3-0. Все, что надо, сдвинуть этого гоба отсюда. Вот этим парнем сдвигаешь гоба. Зачем ассист? Он же двухсильный. Он же и так двухсильный. Зачем против двухсильного игрока ассист? Это тоже странно. Вообще, это не надо было делать. Потому что в случае, если ты его не роняешь, а роняешь только на шестерку, он к мячу подходит. Лучше бы додж кинуть с авторироллом и подобрать мяч. Ха, привет, Бесигер. Это новички играют. Ну, я не знаю насчет ВД-бомбера. Он, по-моему, в первом ББ где-то отмечался в первом ББ. По-моему, я его где-то уже видел. А вот за Крысюков играет достаточно новичок такой. Ну, я не знаю. Может быть, Коса-Косат раньше играл в первой ББ. И как бы много времени прошло. Но, тем не менее. Не хотят ни Гатор, ни Гоба падать на пятерочки. Додж не удался. Додж удался. Подбор вообще в такой зоне, да проще простого. Спрятался сюда. Додж не удался. Додж опять удался. И закрылся. Но это за 3 плюс мы получаем свободный удар. Ну, я просто стараюсь указывать на те вещи, которые я бы сделал по-другому. Ну, возможно, чтобы новичок что-то, ну, как бы в следующий раз не делал таких ошибок. Может быть, еще как-то. Чтобы было понятно, где можно было сыграть лучше. Или надежнее. Как-то так. Две пятерочки это ничего не дает. А въезд сюда кем? А почему все крыски были заняты и никто не поехал штурмовать краешек клеточки? Ну, игрок, наверное, хотел стать троллем, но без него получился гоба. Поэтому он прилег поспать. Крыска делает... Додж. Странно. Я думал, блиц будет в краешек клетки. А здесь даже блица не было. Крыса даже блиц не использовали. Кстати, тот, по-моему... А, нет, не тот. Опнулся раб с волосами. Кстати, клевое имя. Раб с волосами. Вот этого парня надо бить. И желательно ногами. Мало каша ел. По-моему, они не от этого растут. Ну, вот этого же надо бить и подходить к мячу. И угрозу на мяч создавать. А така у этого парня вообще ничего не дает. То есть, парень с мячом просто убежит. А вот эти тролли обожмут бедную вот эту крыску. Вот это странно, кстати. Марчишь гатором и получаешь как бы 1D. Хотя можно помарчить обычной крыской и получить минус кубы. Дош не удался. Дош удался с рерола. Хорошо. По-моему, это вот сюда клеточка. Ой-ой-ой-ой. Это то, что не надо было делать. Это то, что не надо было делать. То есть, идти к ГФИ. Кстати, если бы париролил, удалось бы. Тут 6-6. Как бы следующими шли. Удары по гоба, которые не нужны на самом деле. То есть, я вообще не понимаю, зачем они делаются. Если можно ударить с этой клетки, было кинуть под гатора. Ой, 4 плюс додж. Что, простите? Реролл однокубового. Хотя можно было сделать 2 двухкубовых. С рероллом это 6 кубов сделать в мяч. И надо было бить с этой клетки, чтобы толкнуть гоба сюда. А этого парня толкнуть сюда. И гоба был бы зажат. Ну, а здесь у гоба не удается додж второй. Наконец-то, как бы, для крысок. И совсем плохо для гоба. Это мисклик. Ну, это понятно, что здесь мисклик. А, перебросов нет. Перебросов нету. Почему-то, опять же, не было вот этого. Вот этой крыской вот сюда подхода даже не было. Хотя, если бы ей подошел сюда, кто-то контролировал бы мяч. И было бы неплохо. Но, тем не менее, это 2-1 в пользу крыс. Я очень сомневаюсь, что гобы смогут отыграться. Гобосы хватают мяч и спасаются в тач-зоне. Ой, нет, 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 нет. Моя психика не выдержит танцующих орков. Привет, Рейли. Этот парень, он реально решил поспать. Он на игру пришел или куда? Хватит спать. Рамзес. На поле пора. Двухходовка от крыс более чем вероятно. Но, к сожалению, нет перебросов. Нет перебросов. Нет перебросов. А значит, надо выбрать направление. Тровер собирается передавать мяч. Опять дают плюс шаг. Можно подойти с шурфитами. Шикарно. Главное передать мяч вот этому парню и убежать на весь мув. Если ты сюда добегаешь... Это не орки-панки. Это орки-девки. Почему? Нет, пожалуйста, не делай так. Сначала надо было ему передать мяч, а потом так сделать. Ну, это прям все на сибирскую корону. Так, крепкие руки сработали. Теперь надо сделать пас. Это неправильный пас. Надо было на клеточку... На клеточку левее вставать. И был бы белый пас. Он был бы на 3+, а здесь на 4+. Пас. Ну, в принципе, кетч удался. Хорошо. А вот этими почему не походил? Они тоже могли бы пойти в забегание. В случае, если мяч выбьют, они были бы эффективны. О, я не залил реплей. Какой плохой человек. Надо залить реплеи. Кто реплеи заливает, тому нафл помогает. Тут что-то крыску бедную окружили и хотели отпинать. Но надо просто заносить. Тут у них шикарно. 3-1. 3-1. Крыски говорят, что... гобы не смогли. Дабл... Дабл-единица на взятке, конечно, сыграла неплохую роль. И хуфу еще апнулся. Он как раз сделал пас, получил пятерочку сверху и апнулся. А здесь невечный лосер получил. 8 на 9 пробоев, кстати. Довольно забавно. 29 блоков, 1 нокаут, 4 травмы. 21 блок, 1 нокаут, 1 травма. Крыски хотя бы били чаще. Очень много СППшечек. Здесь десяточка уга-боссов. 12, 14, 18, 23 СППшечки. Боги Египта заработали. Неплохо крысы очнулись, надо сказать. При этом, по-моему, нету серьезных травм. То есть крысы вообще в плюсе. Продолжение следует... Продолжение следует...